Это валют, там очень много приходов, это полноценные мобильные приложения, мобильные клиенты в блокчейн, для блокчейн и сестер, это сайтчейны, работающие, там очень много экспертизы, очень много таких идей, они более подробно расскажут, я пользуюсь тем, что мы это предприятие организуем, быстренько, на 15 расскажу, о том, что мы запустили на Waves, вот за прошлой неделе, я считаю, это очень крутая штука, не буду много отнимать вашего времени, то я думаю, надо этим поделиться, потому что сильно интересно быть. Что мы запустили, мы запустили децентализованную биржу на Waves, децентализованную, да, это децентализованные биржи, которые работают быстро, в отличие от других децентализованных биржей, которые были, например, на Waves. А в чем здесь смысл, зачем вообще мы это делаем, да, то есть я так понимаю, что все люди здесь понимают, то есть все, я понимаю, что криптовалюты, все работали с биржами, и я уверен, что у многих людей деньги на биржу, которые ломались, это совершенно факт, да, я в этом уверен. Люди понимают, что нужно сделать решение, когда вы торгуете децентализованными токенами, децентализованно, потому что если вы торгуете децентализованными токенами, децентализованными, то это не может не перестать проблемам, потому что здесь уже на самых первых принципах есть некая противоречия, почему я должен на них блокчейн токенами продавать на централизованные биржи катастрофы. Тут все люди уже как бы ломались, но все абсолютно, да, то есть из них там самая, конечно, маунтбокс, самая такая история мощная. Это некая, некая картинка про то, что такое Waves, что у нас сейчас есть, у нас есть, где gateway, Fiat, запускаются на две недели. Вы видите на валюты, вы входите из реального мира в мир Waves, загоняете на доллар, там, евро, и далее, что происходит, вы попадаете в мир децентализованной биржи, где вы можете за свои доллары и евро купить какие-то токены. То есть вы можете там делать, потому что практически вы заходите в такой децентализованный Bologna, который значительно надежнее, чем реальный Bologna, потому что деньги остаются у вас всегда. А за счет чего достигается скорость? Давайте как бы перейдем на всяких там макетных вещей, я уже скупляю в ютубов с комментариями. Перейдем к сути дела, почему скорость возникает? Потому что мейчер выполняется централизованно. То есть есть мейчер, который выполняет сведения биржов и АСК. Это централизованный сервер, там в дальнейшем эту схему развиваться, возможно появление какого-то протокола взаимодействия между мейчиками. Пока это мейчер централизованно. Но каждый человек, каждый участник сети может поставить свой мейчер и стать биржей. И получать процент от всех ордеров, которые он за мейчиком. Можете посмотреть это в документацию в GitHub, там есть несколько всего лишь API-запросов. Потом мы посмотрим, чем фишка, что у мейчера нет никакого доступа вообще к деньгам пользователя. То есть вообще его в принципе нет. Он оказывает сервис, он оказывает сервис матчинга, входящих от него. И зарабатывает таким образом. Еще раз, эта схема очень проста. Есть мейчер, он сводит ордера на покупку и на продажу. Заматчил их и формирует новую транзакцию, Exchange Transaction, которая уже идет на блокчейн. И участники сети могут проверить, что действительно эта транзакция соответствует ордерам, которые были ему посланы. Потому что в Exchange Transaction он включает первоначальный ордер транзакции, которые идут именно только ему. Они на блокчейн не попадают, идут на прямую матчину. Он выключает в Exchange Transaction и все могут проверить правильное заполнение. Саша, правильно я понимаю, что тут не возникает разрывы между мейчингом и фактом поставки? То есть сразу конкурсируется по факту мейчинга контракт, который автоматно перейдет со счета на счет? Да, да. Работа технически, конечно, непросто. Я посылаю ордер на биржу, там уже есть подпись, ты себе подписал. Ты отдаешь это право? Да, когда я посыл ордер, я уже даю право на мейчинг. Это право на них смарт-контрактор? Да, примитивно. То есть, когда я уже послал заявку на биржу, я уже разрешил мейчингу произнести последующую продакцию, если он найдет ордер, который соответствует ему. Все это очень просто работает. Есть два ордера подписанные. Мейчинг за мейчинг. Нашел, стыковал и бросил в сеть, то есть уже с подписями. И все участники сети проверяют, что все подпися правильные, все валидно. И действительно, матчинг произошел таким образом, что он удовлетворяет условиям обеих ордеров. То есть и бай, и ест. Очень все просто на самом деле. Работает с точки зрения концептуальной. Это очень простая схема. Но как это можно использовать? Это все уже работает сейчас. Я покажу. Сейчас я покажу, как это работает. Где это работает? Это работает в Live клиенте Waves. Его можно скачать на сайте. Можно зайти на WavesWallet.do. Это дживаскриптовый просто клиент. То же самое, в принципе, что у вас будет в логине. Только просто вот оно находится в интернете. То есть мы заходим на биржу. Это вот третья откладка. Немножко здесь сейчас можно поменьше сделать. Чего мы видим? Мы видим модель буфи классический. Да, это как бы рынок WavesBTC. Рецентрализованный. У нас есть и биткоин. Вы загнали биткоин. Для того, чтобы купить Waves, вам, в принципе, ничего не нужно, кроме Waves клиента сейчас. Потому что там принимаются кредитные карты. Вы можете купить биткоин, например, купить биткоин. И потом пойти на биржу и купить Waves. Например, поскольку у меня есть один Waves, я могу сейчас продать. Продать Waves, немножко продать Waves. И... Все. То есть я продал 10. Полностью централизованно. Деньги я никому не доверял. Все деньги остаются у меня во все моменты этого процесса. Биткоин хранится не очень централизованно. То есть действительно. Не очень децентрализованно. Там литвейт эта схема. В остальном, если вы торгуете Waves любому-любому асету, то эта схема полностью децентрализованная. Если есть биткоин, то понятно, что биткоин нельзя пока сделать полностью децентрализованной. Если вы торгуете Waves в отношении к вашему токену, то есть это очень простая схема сделать своего ICO. То есть вы загрузите сюда, выпускаете... Что-то... Там отображается в этом раузере. Это форму, по-моему. Слышит. А он не надо кнопку. Да. Здесь я... Выбудуешь как раздельная. Переставка. Да, да, да. Вот. Вы видите, как вы создаете свой токен. Элементарно, да. В пару кликов. Все. Вы выпустили свой асет. Это заняло у меня примерно одну секунду. Вот он сейчас появился в портфолио. А, пока не боился. Сейчас. К сожалению, для того, чтобы он появился в матче, и нашей столпой диниться не придется, но это будет правильно. Скоро общимся. Прям что, из-за кончиков у вас транзакций, а... Ну вот, на самом деле, и мы сможем пока поторговать, вырезаем винти токен по отношению к лейс, это полностью децентрализованная история, здесь полностью децентрализованная объекта, никакого вообще, здесь все торгуется быстро, все торгуется без участия в центральных серверах. И в принципе, сейчас я еще раз посмотрю, вот появился мой токен и я сейчас просто могу сделать ICO, я могу поставить его на продажу, по большому счету, я ставлю его на продажу, все, есть как бы, я купил свой токен, я выступил на продажу за биткоин, то есть фактически процедура ICO занимает у меня примерно одну минуту, то есть его можно покупать за биткоин, а за фиатные токены, то есть все, вам не нужен никакой серверсайд, вам нужно договариваться с биржей, кроме того, потому что эти все выпущенные токены торгуются сразу, после того как вы их выпустили, они сразу торгуются, то есть я считаю, что это очень сильный ход, потому что вам не нужно договариваться ни с кем, вам не нужно делать ICO сайт, и вы можете делать ICO сайт, и вы сразу делаете ликвидный маркет, на котором ваш токен торгуется. Я считаю, это очень удобно, и эта схема практически Thrustless, подразумеваем, что матчер немножко, конечно, ведет себя правильно, он не полностью Thrustless, в остальном схема Thrustless, потому что деньги вы здесь потерять не можете. Рекомендую вам посмотреть, это будет развиваться сейчас, мы туда добавим сейчас нормальный интерфейс с чартами, с историей транзакций, то есть в идеале это вообще ничем не должно отличаться, например, от колонекса. Я считаю, что за этим будущее централизованные биржи будут исчезать, и чем они раньше исчезнут, тем лучше всем будет. Поэтому посмотрите на этот продукт, я считаю, это такая маленькая революция. Вопрос, как фавориты в токены добавить можно сейчас и потом? Да, сейчас в следующем, на этой неделе будет апдейт интерфейс, какие-то вопросы есть, давайте. Какие комиссии в матчах ждет? В матчах ждет 3000 Waves, потому что матчинг-конзанктер в три раза больше, чем обычно. То есть апдейтированная мера? Минимальная, минимальная, да. В дальнейшем будет зависеть от размера транзакций. А запись получена? А запись получена у нас от 11000. Я считаю, почти ничего. Вот, и... Первый вопрос, который здесь задавали, от последних программ на торгах, там уже входит кейт и биткоин, а дальше торгуется, ну как бы, дериватив фактически внутри системы. Ну и, собственно, вопрос состоит в том, как обеспечить доверие со стороны людей, потому что здесь элементы микроэнции. Ну, гейтвей здесь есть, схема с гейтвеем здесь неслежная, то есть гейтвей может свои адреса пиковать, и там какой-то клуб ролик. А в рамках гейтвей я вам еще сумму могу увидеть, то что, куда мы качали, то что-то я могу, так сказать, там, сделать потоки и видеть там свое, что и мои, как бы, кровную лицу. Ну, там лежат. Там лежат. Я думаю, что зависит от гейтвей. То есть, если такая схема есть, то есть, допустим, как... Фининкс генерировал каждому юзеру свой макисик адрес через биткоу, когда их поломали. Второй большой вопрос, а просто про Wavesgo. Скажи, пожалуйста, у нас там Community Token, RT Token, Wavesgo. А Wavesgo — это интересный проект. Это там один немец, один бразилец. У них Block Explorer Waves. И они интересную схему, которая заменяет SEO. То есть я всем ее, как бы, рекомендую о ней подумать, если кому-то нужна SEO. То есть они делают кое-что ARDrop некоторого токена, то есть они распределяют токены, они распределили его всем владельцам Waves. И этот токен они оказывают некую услугу. То есть там, допустим, они что-то там с майнингом у них и какие-то расчеты античные. Прейсман. Да. То есть фактически этот токен приобретает цену. То есть если лучше делать SEO — это легальная схема. Вы не делаете никакого личного предложения. Вы распределили токен и оказываете некую услугу за него. И тем самым он приобретает с токеном. Достаточно прикольная схема. В принципе, кто так делает? Byteball что-то похожее делает, небезуспешно. И надо понимать, что не нужно заморачиваться. В случае, если вы издержки на производные услуги, тогда да. Да. Не нужно заморачиваться. Что-то нужно делать вот так, как сидел DSEO, а делать только DSEO. И смотря на все, есть разные ходы, поэтому нужно немножко немножко фантазировать. А будем наоборот? Электричность. Электричность не очень большая. Вторая неделя пока нету графиков, нету историй платежей или трейдов. Будет скоро. Но там пара биткоин-рейс так 50-100 биткоина проходит. А так общая может и есть. Может, как две недели работают. Так что спасибо. Сейчас как-то достаем слово Саше и Диме, и они расскажут о новой системе Ember.